В Доме молодежи веселые и находчивые готовятся к полуфиналу региональной лиги КВН. В этом году в ней примут участие семь команд из Москвы, Петрозаводска, суровые парни из поселка Спутник и мурманские сборные. Центр досуга молодежи собирает у себя и профессиональных фотографов, и танцоров, и музыкантов. Наши корреспонденты побывали на площадке для творческой молодежи. Программа по созданию молодежных центров в Мурманске стартовала в 2013 году. Сегодня в городе работы 12 объединений. Одно из них – дом молодежи на улице Орликовой. На площади почти 500 квадратных метров разместились студия, звукозаписи и фотомастерская, репетиционно и актовый зал на полсотни мест. Я очень позавидовала искренне и по-белому современной молодежи Мурманска, потому что иметь такой дом – это большое богатство. Во-первых, он уютный, комфортный. Насколько я понимаю, интерьер с учетом предпочтений молодежи. Я вижу, что уже сейчас увидела увлеченные лица людей, которые занимаются. Здесь научат фотографировать, танцевать французскую кадриль, вальс и брейкдэнс. В этих стенах зарождаются и сценарии лучших КВН-номеров и выступлений. Сейчас веселые и находчивые готовятся к полуфиналу региональной лиги. Сегодня ребята пришли пока что только местные команды. Мы проводим так называемое организационное собрание. Рассказываем, как будет проходить редактуры, что нужно приносить на первую редактуру, как будем дальше с ними работать. Ну и, собственно говоря, рассказываем о специфике подготовки некоторых конкурсов. Заполярная столица стала центром КВН Северо-Запада в 2015-м. А Мурманская лига получила официальный статус в Международном союзе клуба веселых и находчивых. За это время у нашей молодежи вырос интерес к КВНу и юмор стал качественней. Уже две региональные сборные близки к выходу на большую сцену и телевизионный этап КВН. Впервые, кроме сборной Мурманска, в официальном КВН появились другие команды из города Мурманска. Одна из них – это сборная МГТУ «Морская академия». Она играет в центральной лиге Москвы и Подмосковья. Сейчас является полуфиналистом этой лиги. И, пожалуй, вот этот статус и позволит этой команде как-то чуть более достойной и, может быть, на что-то попретендовать на фестивале в городе Сочи, который пройдет в январе. Вторая команда – это сборная филологического факультета. Они играют в межрегиональной лиге Балтика в Санкт-Петербурге. Кто станет финалистом региональной лиги КВН в Мурманске, будет понятно 22 октября. На сцене ДК имени Кирова в 18.00 соберутся лучшие сборные со всего Северо-Запада. За выход в финал будут бороться семь команд из Петрозаводска, Москвы, суровые парни из поселка Спутник и мурманские КВНщики.